Загрязнение воздуха, сероводорода, мусорные свалки, износ канализационных сетей и отработанные урановые месторождения. Как решают главные проблемы экологии Североказахстанской области? У нас отбирают земли. С таким обращением в палату предпринимателей пришли североказахстанские аграрии. Супружеская пара из Петропавловска пропагандировала нарушения целостности и унитарности республики. Какое наказание грозит им за сепаратистские действия? Парацетамол, цитрамон, аспирин, ацетилсалициловая кислота, детские сиропы от температуры. В аптеке, которая находится по адресу Tocsan B37, все вышеперечисленное, можно приобрести по сниженным ценам. Для удержания приемлемой стоимости поставляют препараты до витрины со склада Стабфонда, который создали еще в декабре 2020-го. Единый оператор у нас в области – это ТО «Нордфарммаркет». Получил кредит через СПК на закуп лекарств. Иногда приходят даже пациенты, спрашивают, у вас можно же купить что-нибудь подешевле. Конечно, можно, предлагаем всегда. Сейчас в основном не сезон, но все равно. Многие детки уже начинают температурить, где-то перекупались, где-то холодное что-то попили. Поэтому движение препаратов идет, хоть медленно, но сезон всегда начинается в сентябре, когда дети уже идут в школу, когда идет похолодание. Как только температура на столбиках термометров опустится, чаще станут болеть и взрослые. Еще в прошлом году со стабилизационным фондом лекарств сотрудничали 11 петропавловских аптек. Теперь же их только две. Вторая находится по адресу Маяковского, 88. Из-за непростого положения дел, перечень доступных для населения лекарств стабфон снизил до 8. Для сравнения, в 2021 году их было больше 20. Мы уже закуп не осуществляем лекарственных средств, у нас большой остаток на аптечном складе, не реализованного еще лекарственного средства. Мы закупали лекарственные средства, когда мы формировали стабилизационный фонд в 2020 году осенью. Тогда мы действительно имели три контракта с заводами-изготовителями Российской Федерации, и оттуда мы поставляли. Что и послужило тем, что нам была цена сегодня меньше его, поскольку мы закупили у завода соответствующее количество, большой объем лекарственных средств. У нас на начало реализации стабилизационного фонда было порядка 20 тонн лекарственных средств. Вот только продать все, как планировалось, не удалось. Должного интереса к удешевленным препаратам не проявили и районные аптеки. Сегодня со стабилизационным фондом лекарств сотрудничает только одна аптека Акаинского района. Что касается лечебных учреждений Североказахстанской области, то, по словам директора ТО «Нордфарммаркет», иметь дело со стаб-фондом лекарств они категорически отказались. Идея была одна, в действительности сложилось все иначе. Мы сегодня имеем эти лекарства, они действительно дешевле, это факт. Вот, ну, как-то должного понимания со стороны лечебных учреждений, либо, не знаю, не было должной связи между управлением здравоохранения с лечебными учреждениями. У нас проблемы, конечно, есть, поскольку деньги были перечислены на счет нашей компании. Вот, мы на эти деньги закупили лекарства. Вот, теперь, значит, у нас часть денег находится в лекарствах, стоит в одноаптечном складе, часть денег находится в дебютовской задолженности, то есть, на больнице остались должны. Интересный и нужный для людей проект постепенно погибает, рассказал Мурат Жакенов. А товарищество ТОО «Нордфарммаркет» рискует стать банкротом. Из-за низкого спроса на удешевленные препараты стаб-фонда, часть из них уже невозможно реализовать. Все дело в истекшем сроке годности. Я об этом предупреждал. У меня есть соответствующее письмо. Скажем, у нас первое лекарство, которое вышло и сроком годности стекло, это был 1 мая этого года, 2022, и в сентябре 2021 года, за 9 месяцев до истечения срока этого лекарства, я предупреждал письменно администратора бюджетной программы, управления здравоохранения, письменно о том, что такие-то наименования лекарственных средств в таком-то количестве истекают срок 1 мая. Прошу принять это во внимание и активнее работать с этим. Мурат Жакенов рассказал, что не смог продать удешевленные препараты общей стоимостью примерно 10 миллионов тенге, так как у них просто истек срок годности. К слову, деятельность ТАП фонда лекарств была оговорена в соглашении и подписана между Управлением предпринимательства и Индустриально-инновационного развития и ТО «Нордфарммаркет». Дарья Башменцева, Казбек Арагбаев, МТРК. Почти 26 миллиардов тенге выделили на развитие регионов Казахстана. Об этом сообщили на заседании правительства. На 1 августа акиматами освоено 9 миллиардов. Также для обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий, повышения транзитного потенциала страны реализуется национальный проект «Сильные регионы. Драйвер развития страны». Общий объем финансирования на 2021 год составил 1,5 триллиона тенге. На сегодня освоено 93%. Благодаря проекту показатель по обеспечению населения питьевой водой составил 96%. Снизился износ инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах. Введено в эксплуатацию 17 миллионов квадратного метра жилья. Доля дорог республиканского значения в нормативном состоянии повысилась до 90%, а местного значения – до 80%. Создано порядка 112 тысяч рабочих мест. В текущем году на реализацию национального проекта запланирован 1 триллион, а 800 миллиардов тенге. Пока освоена только треть этой суммы. У нас отбирают земли. С таким обращением в палату предпринимателей пришли североказахстанские аграрии. Среди них – ТО «Возвышенка СК» из района имени Габита Мусребова. Сейчас в хозяйстве полторы тысячи голов КРС мясного направления. А еще строят молочную ферму на 1800 буренок. И каждую нужно кормить качественным кормом. От этого зависит молоко, которое будут пить североказахстанцы. Данный скот является на безвыгульном содержании. И поэтому требует мощной кормовой базы, так как его нужно кормить круглый год. В 2014 году, после того, как мы начали заниматься животноводством, нам были предоставлены земли из населенного пункта села Возвышенка для сенокошения. Эти земли мы используем для увеличения качества кормовой базы. Ежегодно предоставляем населению своего округа корма по льготным ценам. Теперь часть предоставленных земель, а именно 650 гектаров, изымают. В то боятся, если кормовые площади заберут, восполнять нехватку земель придется за счет полей с пшеницей и масличкой. Повестку в суд получило и крестьянское хозяйство «Атабай» из района Макжана-Жумабаева. Около 500 голов коней, коров и овец могут остаться без корма. Хозяйству сообщили, что земли изымут для нужд жителей села Екатериновка. У нас в деревне 5 дворов, и у населения там всего 25 голов, и нам с 500-600 голов нам некуда будет пасти, если сейчас последнюю землю заберут. У нас кредиты, мы лизинг брали. По норме получается 5 гектар на КРС. Если у нас 174 головы КРС, куда нам вот сейчас земли? У нас всего участок 485 гектар. На такое поголовье вообще полагается еще больше. Так мы не просим. Нам говорят, что проблема все, что нам дали по решению сельского округа эту землю, предоставили. А должен был проходить конкурс. Но мы же не виноваты в этом, что конкурс нам не провели. По этой же причине готовят иски на 35 предпринимателей области. На 16 из них в суде уже завели дела. Интересно, что нарушения выявили только в этом году, хотя землю аграриям предоставили лет 10 назад. Эксперты ставят под сомнение компетентность тех, кто землю выдал. Вызывает критику и подход управления сельского хозяйства и земельных отношений, по инициативе которого и начались судебные разбирательства. Ведь решить вопрос можно было мирно, говорят аграрии и эксперты палаты предпринимателей. Фермерам следовало помочь в этой ситуации, а не таскать по судам. По итогу решили, что дела, которые еще не дошли до суда, попытаются решить путем компромисса. Остальным помогут защитить права в суде. Агирим Хамзина, Казбек Рыгбаев, МТРК. В североказахстанской области можно выращивать арбузы. Причем не только привычные для всех сорта, но и настоящие ноу-хау. Жители сельского района Николай Малвенов выращивают в своем саду редкие для СКО сорта арбуза. Начал я, наверное, лет 6-7 уже как начал. Первые 3-4 года я все там путем, методом проб, ошибок учился, учился, что-то усовершенствовал. И сейчас вот я уже таких результатов достиг, уже 12-16 килограмм могу. Не то что массово я могу. Желтый еще, понимаете, желтый. Люди даже вот, Корнеевские уже все перепробовали. А многие же вот здесь еще не пробовали даже желтый. А в этом году вообще вот там вот растет у меня ноу-хау. Бессемянный арбуз. На Западе в основном, ну в России я слышал, у нас вообще мало. С каждым годом во владении Николая появляются новые сорта. В прошлом году с 12 соток садовод собрал 8 тонн арбузов. В этом году планирует собрать 10 тонн. Пробовал сажать разные семена, но сейчас понял, что обильный урожай в нашем регионе приносят голландские сорта. Заказывает семена из Москвы, выращивает по технике термоса. Процесс трудоемкий и не из дешевых. Загорелось, вот мне еще с детства. В детстве пробовал там как-то выращивать, не получалось. Я эту литературу вот всю, всю перелопатил. В интернете вот сейчас сколько роликов есть там, да, сейчас любой открой, я их все просмотрел. Там тысяча, я любой ролик вам скажу, что дальше будет. Всю информацию, это не просто вырастить в нашем вот этом регионе арбуз. 55-я широта. Это достижение сильное. Сейчас уже выросшие арбузы особого ухода не требуют. Одни собирают уже сейчас, другие дозревают. Сейчас в основном вот в это время мы только поливаем его. Полив, полив, полив. Ну где-то еще там трава произрастает. А так он сейчас разросся, весь, уже трава почти не пробивается. Арбузы продает местным жителям. Их можно увидеть на прилавках магазинов. Также имеются в продаже и в некоторых торговых точках областного центра. В этом году наряду с арбузом впервые Николай Малвенов посадил несколько видов дынь, пока урожай не собран. Так что вполне возможно, что в скором времени такую редкую для северного региона ягоду будут выращивать у нас в изобилии. Анастасия Кузнецова, Алдия Райтпаев, Александр Янсен, МТРК. В Петропавловском городском суде огласили приговор в отношении семейной пары по статье 180 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Сепаратистская деятельность». В декабре 2021 года сотрудники областного департамента КНБ совместно с сотрудниками полиции заинтересовались двумя горожанами. Супруги в социальных сетях и на видеохостинге YouTube выкладывали свое мнение касательно Петропавловской и Североказахстанской области и необходимости их передачи в состав России. Таким образом, супружеская пара пропагандировала нарушения целостности и унитарности республики, а также вызывала рост враждебных настроений в обществе среди представителей различных национальностей в регионе и в стране в целом. К такому выводу пришел городской суд. Назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Это минимальное наказание по данной статье. Альтернатив данной статье нет, данному наказанию нет. Никаких смягчающих обстоятельств по делу не установлено. Подсудимые в процессе вину не признали. Никакого давления по данному делу не было. Дело рассмотрено единорично. По апелляционной инстанции коллегиально рассматривалось. По первой инстанции никакого давления ни со стороны общественности, ни со стороны правоохранительных органов не было. Пожарные спасатели, скорая помощь, полиция. Это экстренные службы. От того, насколько оперативно они будут действовать, зависят судьбы и жизни людей. Полицейские отмечают, чтобы вовремя предупредить происшествие, нужно не только своевременно обращаться в экстренные службы, но и обеспечивать беспрепятственный проезд их транспорта. Пожарные спасатели должны не только вовремя пребывать на место происшествия, но и оперативно разворачивать оборудование. Медики зачастую также ведут счет не на часы, на секунды. Пешеходы и водители транспортных средств всегда должны помнить об этом и не создавать дополнительных помех на улицах и во дворах. Нарушитель грозит штраф в размере 7-месячных расчетных показателей. Если оно совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф возрастает до 15 МРП. Это чуть больше 45,5 тысяч тенге. Водитель на переказке. Пропускаем позор на авто. Раступаем дорогу. Внимание водителей. Патрульные полицейские продолжают проводить внезапные рейды по улицам областного центра. Такие мероприятия показывают, что городские водители в основном соблюдают дисциплину. А редкие нарушения случаются из-за того, что автовладельцы и пешеходы недостаточно хорошо знают правила дорожного движения. Бывают такие моменты, что водители принципиально почему-то не пропускают спецтранспорт, ссылаясь на какие-либо причины, то, что не услышал, либо не увидел, там музыка громко стояла. По этому факту мы оформляем водителей по административному кодексу, статья 598, часть 1. С начала года на дорогах областного центра зарегистрировано 3 ДТП с участием автомашин специальных служб. Дарья Пашмынцева при поддержке пресс-службы областного департамента полиции. 20 единиц незарегистрированного оружия изъяли полицейские СКО за две недели. И вот один из случаев. 37-летний житель Козелжарского района, отец троих детей, держал незарегистрированное ружье практически на виду в углу предбанника. Данный факт выявил участковый инспектор полиции во время подворового обхода. Со слов сельчанина, он нашел оружие прошлым летом во время сенокоса. Одноствольное охотничье ружье 16-го калибра было изъято и направлено на экспертизу. Собран материал по статье 482 Кодекса РК об административных правонарушениях. Нарушителю грозит штраф в размере 20-ти месячных расчетных показателей. С 14 по 27 июля в СКО проводилась акция «Корум». За две недели акции в области изъяли 17 единиц незарегистрированного гладкоствольного по одной единице нарезного газового и травматического оружия. Свыше 800 раз с начала года полицейские доставляли лица без определенного места жительства в приемник-распределитель. Их доставляют в приемник-распределитель, фотографируют, дактилоскопируют, проверяют по спискам без вести пропавших и разыскиваемых преступников. Тех, у кого нет документов, помещают в приемник-распределитель до установления личности. У бродяг есть возможность воспользоваться услугами Центра социальной адаптации, с которыми взаимодействуют полицейские. К примеру, сейчас специалисты Центра социальной адаптации помогают в оформлении документов гражданки РФ, которая утратила их. Однако, как показывает практика, зачастую лица бомж не проявляют желание изменить свою жизнь. Полицейские напоминают, по всем вопросам, касающимся нарушения общественного порядка со стороны данных лиц, необходимо обращаться по телефону дежурной части приемника-распределителя 8 715 2 52 92 89 или по номеру 102. В Североказахстанской области сегодня выделяют четыре главных экологических проблемы. Одна из них – загрязнение атмосферного воздуха от сероводорода. Сегодня в регионе действуют 52 предприятия, распространяющие вредные выбросы в воздух. Крупнейшие из них – товарищество «Севказэнерго» и «Казалжарсу». Энергетики на решение проблем направили в прошлом году более 400 миллионов тенге, что позволило снизить выброс загрязняющих веществ на 460 тонн. В этом году в связи с ЧП на ТЭЦ-2 внесены коррективы, но ремонтные работы продолжаются. С января по март проводился капитальный ремонт котлоагрегата номер 9. Данные работы позволяют уменьшить количество аварийных остановок котлоагрегата, тем самым уменьшить количество холодных пусков, в результате которых используется мазут. То есть мы сокращаем потребление мазута для рожек. После ремонта котлоагрегата номер 9 снижение потребления угля составило 3008 тонн, а снижение эмиссии в окружающую среду составило 41,1 тонны. В прошлом году экологи СКО выявили сразу семь нарушений в работе предприятия «Казалжарсу». В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха сероводородом товарищество выращивает микроводоросль «Хлореллу». Это растение является природным поглотителем загрязнений. В конце июня были зафиксированы высокие показатели растворенного кислорода в воде, и водоем был переведен в аэробный режим. Несколько сотен тысяч раз увеличилось количество кэтохлореллы в воде, десятки тысяч раз увеличилось количество фильтрующего зооплантона. Все отбираемые пробы воды перестали издавать какой-либо запах. Следующая проблема – мусорные свалки. В области 454 места размещения отходов, из них только 15 имеют разрешительную документацию. Мониторинг Петропавловского полигона ТБО был произведен буквально весной. Без нарушений не обошлось, без последствий тоже. Одно из основных – это горение. Второе – несоблюдение требований при захоронении твердопытовых отходов. И третье – это захламление прилегающей территории к полигону мелкими фракциями мусора. По всем этим нарушениям привлечено к административной ответственности предприятия самому. Выдано предписание по их устранению. Однако в связи с неустранением отдельных нарушений, то есть это именно соблюдение требований, технологий захоронения отходов, мы направили административный протокол в суд, чьей судом наложено еще одно административное право нарушения по 462 статье. Направили также иск на приостановление деятельности до устранения выявленных нарушений. Сейчас представители профильной отрасли рассматривают возможность ликвидации незаконных мусорных полигонов и создания на их месте новых, закрепленных документально. Если план будет реализован, то в девяти районах появятся места утилизации бытовых отходов. Также в рамках дорожной карты по решению экологических проблем СКОО на 2020-2025 годы будут поэтапно решаться такие проблемы, как износ канализационных сетей и отработанные урановые месторождения. Анастасия Кузнецова, Александр Янцен, МТРК О ситуации на Петропавловской ТЭЦ-2 говорили во время брифингов столицы. По словам министра энергетики, владельцы теплоэлектроцентрали выделили средства на ремонт. Но городу на севере страны все же предстоит перезимовать без одной трубы. Согревать будут 10 котлов плюс один в резерве. Объяснил министры, для чего в Петропавловске хотели ввести режим ЧАЭС. Определенные строительные нормы требуют очень длительного процесса согласования, экспертиз и так далее. При таком режиме мы можем более оперативно заниматься строительством. То есть основной посыл был в этом. Не в том, что многие могут посчитать, что это положение объявлено в связи с катастрофой, что зимой все замерзнет. Наоборот, это сделано для того, чтобы дать возможность строителям и энергетикам очень быстро восстановить разрушенные котлы и дополнительно подумать о возможности резервного теплоснабжения на случай аномальных температур. И здесь вопрос газификации становится все актуальнее. Сейчас Казахстан отрабатывает техусловия с России, чтобы голубое топливо пришло на север страны. Если мы хотим приступить к этой работе сегодня. Соответственно, если мы это делаем сегодня, наиболее оптимальный вариант это подача газа с территории Российской Федерации. Это самый экономически более целесообразный вариант и устойчивый по энерго, то есть по поснабжению самим газом. Такие переговоры мы ведем с компанией «Газпром» на уровне компании «Казахгаз». Предварительные переговоры на уровне ведомств мы провели. Сегодня идет отработка технических условий. Что касается объема, то на первом этапе газификации речь идет о порядке 4 миллиардов кубометров голубого топлива с возможностью увеличения примерно до 10 миллиардов. Тогда, скорее всего, придется многие угольные станции, которые расположены на севере и востоке, переводить на газ, считает министр. Стоимость импортового топлива будет примерно на уровне столицы. Отмечу, там цена на газ – одна из самых высоких по стране. А что касается стоимости дизельного топлива, то она немного вырастет для сельхозпроизводителей. Весной этого года цена была 212 тысяч тенге за тонну, осенью станет на 10 тысяч дороже. Это примерно на литр и порядка 180, скажем, тенге на литр дизельного топлива. Для сельхозпроизводителей в объеме необходимом, который они просят. Это порядка 400 тысяч тонн на уборочную и на посев озимок, да, я так понимаю? Почему? Потому что разница небольшая. Вы видите, что, в принципе, зерно сегодня очень в цене, да? То есть мы посчитали, что, наверное, чем терпеть убытки от поставки, может быть, хотя бы чуть-чуть можно поднять. Если считать в литрах, то цена для аграриев вырастет на 4-5 тенге. Агирим Хамзина, МТРК. Готовься не летом. Насколько важно подготовить дом к отопительному сезону, заранее знает председатель ОСЕМ Ангельды 160 Айсулу Таукелова. В этом доме 62 квартиры. Готовить свой дом жильцы начали практически сразу, как закончился отопительный сезон. В 2021 году мы поменяли полностью бойлер, так как старое пришло в негодность, силами жильцов собирали средства и поменяли. В этом году проблем больших нет с отопительной системой. Есть поговорка «Готовь сани летом». Поэтому, я считаю, надо придерживаться этого, и все работы нужно проводить летом, а не тогда, когда где-то что-то там порвет или еще какие-то проблемы возникнут, которые потом уже в отопительный сезон, уже будет сложнее сделать. Опрессовка – это проверка системы отопления на прочность. Сегодня к зиме готовы 28% многоквартирных домов нашего города. Так, из 1115 домов в Петропавловске проведены работы на 338, выданы соответствующие паспорта. Работы должны будут завершить к сентябрю. В прошлом году, в данном периоде, было подготовлено 260 многоквартирных жилых домов. У нас отопительный сезон подготовка будет длиться до сентября месяца, поэтому призываем всех председателей ОСИК и СК заранее готовиться к текущему отопительному сезону. Сегодня в городе 10 организаций, которые занимаются опрессовкой и промывкой системы отопления. Каждая может обслуживать от двух домов в день. Анастасия Кузнецова, Александр Янцен, МТРК. Уже несколько дней, как в свои законные права, вступил последний месяц лета. Июнь и июль подарили сверхзахстанцам много солнечных дней. Их недостатка в августе жители северного региона испытывать тоже не будут. В первой половине декады ожидается температура воздуха ночью 8-13, на востоке области 16 тепла, днем 23-28 градусов тепла. Во второй половине декады ожидается повышение температуры ночью до 13-18, на юге области 21 тепла, днем 25-30 тепла. Во второй декаде августа, то есть с 11 по 20 числа месяца, температура воздуха будет переменчивой как днем, так и ночью. Ближе ко второй половине дня воздух будет прогреваться до 22, а иногда и до 32 градусов. Те, кто в августе еще захотят позагорать на пляже и скупаться, смогут это сделать примерно до 25 августа. Оставшиеся дни последнего летнего месяца будут прохладными. Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Норма 40-53 миллиметра. Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду предполагается часто в течение месяца. Одно понятно точно, спешить прощаться с летом не стоит. Август подарит североказахстанцам возможность съездить на природу или выбраться на пикник, вдоволь нагуляться и погреться на солнце. Дарья Пашмынцева, Казбек Аркбаев, МТРК. Прицелиться, выстрелить точно в мишень и прибежать первым. В Северном Казахстане проходит летний чемпионат страны по биатлону. Соревнуются девушки-юноши в возрасте от 16 до 19 лет. В большинстве своем это начинающие биатлонисты, но есть и титулованные. Среди последних – обзал Бурханов из Акмолинской области. Парень отлично выступил на всех этапах соревнования. На последнем кругу было потяжелее, потому что пульс поднимался иногда. Мы сегодня бежали на сафете. Три километра, лежа и стоя. До этого я участвовал много раз в областных соревнованиях. Это летний биатлон и еще зимний биатлон. За звание лучшего боролись спортсмены из Монголии и девяти областей Казахстана. В этом году прошло мероприятие. Это впервые такое большое. Обычно у нас уже четыре года проводится только юношеский чемпионат Казахстана. В этом году у нас добавился молодежный. Благодаря тому, что у нас такая прекрасная база, которую буквально два года сделали капитальный ремонт. Участвовало порядка ста юношей и девушек. По итогам чемпионата выбрали победителей в каждой возрастной категории. Им вручили кубки, медали и памятные подарки. Агирим Хамзин, Аказбек Рыгбаев, МТРК Субтитры подогнал «Симон» «Симон»